Всем привет! Сегодня в нашем видео распаковка. Несколько духов фирмы Яс. Узнаем историю, цены, запахи. В общем, подписываемся, ставим лайки. Поехали! Народ, привет! Итак, мы сейчас в номере и будем заниматься распаковочкой парфюма из магазина Яс, которую приобрела Наташа. Давай будем распаковывать, посмотрим. Привет, привет! Такая интересная история получилась именно с этой фирмой. Когда мы были в Эмире Эдспелосе в отеле, мы зашли в магазин парфюмерии. И там было два продавца. Один продавец, он мне показывал парфюмерию, масла. И, то есть, я была с ним занята. А Оля снимала видео и пообщалась с продавщицей. И продавщица ей рассказала, что вы сходите в Марина Моу, и там есть магазин Яс. Тоже масла. Очень хорошая парфюмерия, арабский бренд. Но, так как Оля это... Ты вообще идти не собиралась? Во-первых, мы идти туда не собирались. Во-вторых, парфюмерия Оли интересует, ну, постольку поскольку. Не так, как меня. А мы... Значит, у нас есть... То есть, у Оли есть подписчица Лена. Лена, тебе привет. Лена, привет, привет. Вот. И я с ней начала общаться. Точнее, даже она со мной начала общаться. И, оказывается, мы нашли общую тему для разговора. Во-первых, она живет здесь очень долго, 20 лет. То есть, большой, огромный опыт жизни в Эмиратах. И тоже любит парфюмерию. И она мне вот буквально позавчера пишет. А ты знаешь, есть такой бренд, Яс называется. Мне подруга возила когда-то в Абудаби в магазин. И там я купила один из парфюмов масляных духов. Называется Мисс Газаль. И вот она даже... Зачту, Ледочка, с твоего разрешения. Ничего тут личного, но, тем не менее, за это... Именно как ты написала. Убивает все живое. Мисс Газаль. Убивает все живое. Не пользуюсь, так как я не любительница таких ароматов. Прямо ух, перебор. Вот. И наступает день, вечер. Как бы мы особо уже, ну, не хотим никуда идти. Ничего делать. Но пройтись надо. Движение ж надо. Тем более в пешей доступности возле этого отеля Марина Мол. И мы одеваемся прогулочным шагом. Идем в Марина Мол. Заходим в Марина Мол. Поднимаемся по эскалатору. И передо мной магазин, перед нами. Ну, Ромашка не замечает, а я-то замечаю. Магазин Яс. Я такая, стоп. Развернулись. Заходим. А я такая, ох, ёлка. Снова парфюмерию не ухать. Я поэтому и не говорила, в принципе, что. Мне сказали, что есть магазин Яс. Марина Мол. Да. А Оля мне не сказала. То есть судьба. Судьба все равно вас выведет. Как и нас. Заходим. А я показываю продавщице этот аромат. Мне сказали. Я говорю, спрашиваю, это ваш бренд? Ваша парфюмерия? Она, да, наша. Я говорю, есть такой аромат? Есть. Давайте. Будем пробовать. Она мне дает пробовать. Значит, такой, не то что секрет, но как бы, чтобы вы понимали. Всегда, вот, когда они предлагают продавцы арабскую парфюмерию именно не в спреях, а в маслах, то есть в сплэш называется, да? То есть в таких бутылочках. Ну, потом разливаются. В маринге такие, в маринге. Вот. То они буквально сразу открывают бутыль, и вот этой крышкой вам пытаются нанести на вашу руку. Но я так не привыкла, когда я не знаю аромата, поэтому я прошу, можно я сначала понюхаю с бутыль, а не без проблем. Сначала нюхаешь, а потом они тебе наносят. То есть, а масочку вот так уделаешь? Да, масочку в нынешних временах езжу. И значит, этот мисс Газаль. Я носом туда, а меня так... Вот. Аромат непередаваемый. Не, не, нет. Памкария, это другие. Оля узнала о Уде, о том, что он имеет такой фекальный, анималистические ноты. Поэтому я его понюхала. И такие, да, вот пахнет. Пахнет какашкой. Что я могу сказать? Ой, не понимает человек ничего. Так вот, вернемся к этому мисс Газаль. Мисс Газаль, это популярный аромат, как я уже потом посмотрела в разных брендах, тоже он представлен, именно такое же название. И как миски, я так понимаю, они делаются из мускуса, наверное, амбра. Так вот, когда этот аромат меня вот реально немножко оттолкнул, я все равно думаю, ну вот все-таки ж надо еще раз принюхаться. Говорю, давайте нанесите мне, пожалуйста, на руку. Вот сюда, на ту сторону, значит, нанесла мне девушка. И я еще раз понюхала. И вы знаете, вот бывает такое, как унесло в детство. То есть какой-то аромат, может быть, у кого-то духи были, может быть, что-то напомнило. И я спросила цену. Сразу вам будут говорить вот эти флакончики. Есть 3 мл, 6 мл, и тола это 12 мл. Сразу же вам продавец скажет 12 мл. Тут у меня, естественно, продажа. Естественно, да. Я переспрашиваю именно про 3 мл. Девушка мне говорит, а вы хотите 3 штуки по 3? Я говорю, нет. То есть продавцы молодцы. Только одну. Только одну. Она мне сказала цену, и еще я один парфюм понюхала. Давайте уж это, столько говорю, и ничего не показываю. Да, показываю. Значит, коробочку. Ой, коробочка. Ну, чтобы вы понимали, знали, арабы и подача любого продукта. Да, это правда, это круто. Это круто. Это всегда будет круто, это всегда будет красиво. Даже можете уже не упаковывать, это уже подарок какой-то. Да, но вы же видели, как даже в арабе и анут, когда вам купили шахеризаду, это просто сам пакет. Видео, смотрите, по ссылочке вверху, я его оставлю, смотрите видео. То есть сам пакет уже будет говорить о том, что это шахеризада. Сама упаковка, то есть и здесь то же самое. Красивейшая упаковка, 3 мл, но тем не менее. Цвет какого-то меда такого. Да, вот это, вот-вот, это мусс Газаля, о котором я говорю. А это, это ты. Альязи. 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 Это женская имя, очень популярная Альязи. Этот аромат немного удовый, немного, немного совершенно. И цветочный, уд с цветами. То есть, когда вам говорят мухалат, мухалат к ароматам, это значит не чистый муск, не чистый уд. Это значит с добавлением куду добавляются цветочные ноты, еще что-то. Разбавляется. То есть, это рассол как бы. Так вот, я купила. Я купила. Коробочка цветовая еще очень красивая. Смотрим, какая коробочка. Коробочка фантастика просто. Да, мы все понимаем, что мы это все оплатим, как покупатель. Но, тем не менее, это так приятно, конечно. Замечательно. Так вот, что хочу сказать. Все равно это, это потрясающий аромат. Это замечательный аромат. Мисс Газаль. Если у вас будет возможность. И что еще Лена сказала, что она слышала. Мерстные девушки перед замужеством пользуются вот этим ароматом. А как они пользуются ароматами, я тоже слышала. Именно масляными духами. То есть, они наносят на... После душа наносят на вот разогретое тело. Берут в руку или в ладонь. Или вот наливают на те места, ну, как обычно, которые имеются в виду запястья, сгиб локтя. То есть, да, а потом растирают. А Лена еще сказала, что они на абаю еще вот-вот все, что осталось на руках. Абайки черные платьишки. Да, платьишки. Они еще... Их благолхают, шлейф потрясающий. Ну, есть такое, есть такое. Бывает, проходишь в моле, у тебя прошла женщина, и так, ух, шлейф такой. И вот мужчина, хороший запах. И хороший. Абайки проходят, и, боже мой. Ну, это вкус. Это у каждого свой вкус. И нельзя говорить, что у кого-то плохо, у кого-то хорошо. Просто уместность. Кому-то уместно в этом спортивном зале чем-то крепким. В таком зале брызгаться не надо. После, когда помоешься. Да. Так. Алязия? Ну, Алязия, я говорю, что немножко медовый. Стойкость. Так, стойкость. Вот насчет стойкости. То есть, на данный момент у меня, ну, сейчас здесь, у меня вот Арабиа Мут я взяла себе, потому что мы тоже покупали 3 мл. Алязия и вот Мисс Газаль. То есть, все по 3 мл. У вас в основном будут флакончики, в основном они все одинаковые. Единственное, что у Арабиа Мут палочка стеклянная. А вот в этой фирме, в фирме Яз, пластмассовая палочка. Ну, как бы тоже это влияет наверняка на цену. Хорошо, а по цене помнишь, что самое дорогое? По цене помню. Значит, за 2 аромата я заплатила 111 дирхам. И Арабиа Нур, ты помнишь, 67. Арабиа Нур, 53, по-моему. 53. 53. То есть, из 111 Газаль 69 стоило. Ну, соответственно, все, что осталось, стоило 40 чем-то дирхам, стоила Алязия. То есть, первый, второй и самый дорогой третий. Да, сейчас, на данный момент. То есть, по упаковке, по этому, по возрастанию. Ой, что хочу слушать, интересная история. Я сейчас покажу, тут не только это, тут еще на крышечках такие есть. Как брендированные на крышечках. Красивые брендированные крышечки. Так вот, если Арабия Нут – это бренд из Саудовской Аравии родом, и он создан был в 1982 году, то бренд Яс – это чисто эмиратский бренд. И он совершенно молодой, был основан в Абу-Даби, я прочитаю информацию, которая была предоставлена на сайте фирмы Яс. Значит, и он был основан, фирма Яс, в 1999 году. Я прочитаю историю, очень красивая история, как бы, чему посвящен этот бренд, его философия. Яс – королевское название парфюмерии, принадлежит эмиратской компании, основанной ее председателем Абдуллой Аль-Кеси. Название перекликается с храбростью и наследием пленемени Бани-Яс, которое было первыми жителями региона Персидского залива и Аравийского полуострова. Обе королевские семьи Аль-Нахаян и Аль-Мактум произошли от этого значительного племени. Это правители Абудаби и Дубаи. Эль-Нахаян Абудаби, Аль-Мактум Дубаи. Да. Яс Перфумс улавливает суть славных времен в своем очаровательном аромате, созданном для тех, кто любит эксклюзивность и величие. Ну, еще раз напомню, основан в 1999 году в Абудаби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Что еще хочется сказать? Что есть такой сайт, может, многие из вас знают, Фрагрантика. И там есть информация о брендах, о ароматах. И вот я на нем посмотрела именно про фирму Яс. Потому что на сайте, я посмотрела сайт официально этой фирмы, он немножко как-то для меня не очень скроен, не очень понятен, да, потому что масел я там особо не увидела, но там еще есть парфюмерия в спреях. То есть туалетная вода и парфюмированная вода. Так вот, почитав на Фрагрантике, немного, но есть отзывы. То есть плохого отзыва ни одного я не увидела об этой парфюмерии. И стойкость, и шлейфовость пишут, там есть такие показатели, просто огромные. Цены, как я поняла, там и 700 дирхам, то есть это большая цена, в принципе, для бренда, который, ну, не особо, ну, может быть, среди местных и известен. Но тем не менее, и 700 дирхам, и 500. Но практически, вот, когда мы пришли, вот мы взяли с 50-процентной скидкой. То есть я думаю, что скидки все равно будет, даже если вы придете... Можно спрашивать, когда говорили, что о дискам там, да, этим... То есть даже в магазине это не обязательно, как у нас на базаре только можно торговаться. Здесь приходишь в магазин, ну, если это не такой магазин, как сетевой, да, там Zara, еще что-то, там, конечно, не поторгуешься. А в такие магазины местные ты можешь прийти реально поторговаться. Как и золото, ты приходишь, всегда торгую. Ну, это Восток, не поторговавшись, не пообщавшись с людьми, зачем ты вообще пришел? То есть ты должен торговаться. Так насчет стойкости я хочу сказать. Если вот эти два аромата Алязии, да, цветочный удовый, и вот Арабианут, боже, я уже не помню его название, он тоже цветочный, то стойкость у них для меня она небольшая. Ну, где-то часа четыре, может быть, я что-то слышу. Что хорошо для меня. Что хорошо для Оли. А вот Муск Газаль. Ребята, я вот сижу в шарфе, и это было два дня назад. Я просто вот то, что девушка мне нанесла на руку, растерла, она растерла, я ходила, и, видимо, как-то, может быть, я прикоснулась или снимала. То есть я до сих пор его чувствую, этот аромат. То есть интересно. Если будет у вас возможность, приезжайте, попробуйте, и расскажите свое мнение. Вот об этом Брэй. А может вы уже что-то знаете. А может вы уже знаете вообще. Пишите, интересно ли вам эта тема, распаковка. Пишите в комментах ваше мнение. Нам всегда интересно, я всегда отвечаю. Спасибо большое. Очень спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не отпустить много нового. Мы рассказываем не только о духах, в целом о жизни в Эмиратах, в целом как найти работу, в целом как делать шоппинга, идея обо всем. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами была училка физкультуры в Эмиратах. И Наташка. И я. Пока.